Всем привет, дорогие друзья! Классно, что вы заходите на мои видео, и мы вместе с вами ходим и гуляем по улицам Израиля. Есть еще очень много мест, где я бы хотел побывать. И мне очень приятно, что у меня есть вы, которых я могу от вас всех взять и с собой везде таскать, вам показывать, где я нахожусь. И классно, что мы можем обсуждать совершенно разные темы. Что вообще в мире происходит, о жизни, о мире, обо всех вещах, которые вас интересуют. Да, я часто бываю в депрессии, без настроения, потому что я всегда один. Мне становится с каждым годом, я становлюсь все старше и старше, и с каждым годом вокруг меня остается все меньше и меньше людей, с кем бы я мог по душам пообщаться. А в голове мыслей много, хочется выговориться, хочется говорить, рассуждать, мыслей много. И я рад, что у меня есть вы. Такой вот маленький наш уголок, наша такая маленькая семья, где мы можем просто высказываться на разные мысли, обсуждать, дружить и идти просто вместе по жизни. Ребята, всем приятного просмотра. Сегодня мы обсудим ситуацию, которая происходит между Палестиной и Израилем. И это не просто какая-то стычка. Здесь смешали все, что можно, и религию, и всяческие отношения. И это все, конечно же, хотелось бы обсудить. Как оно дальше будет? Если бы мы были у власти или в центре событий, как могли бы мы что-то разрулить? Как могли бы мы что-то сделать, чтобы улучшить жизнь людей? Вот, поэтому на эти темы интересно обсуждать, как бы мы поступили в этой ситуации. Так что, ребята, я вас приглашаю вот сегодня на такую прогулку. На улице прекрасная погода. Я вам желаю, всем, кто кушает, приятного аппетита. Перед началом ролика, ребят, важная информация. В закрепленном сообщении под этим видео будет ссылка на блогера из Израиля Суру Смойлер. Это израильский блогер, девушка, которая записывает разные вещи. Она рассказывает про Израиль, про религию, про вот сейчас политику, то, что происходит. У нее есть свое видение, и она очень интересно обо всем рассказывает. А почему я о ней говорю? Дело в том, что когда у меня еще было где-то тысяча подписчиков, или полторы тысячи, где-то так вот, немного, может быть, даже меньше, А у нее на тот момент уже было где-то четыре или пять тысяч подписчиков, но намного больше, чем у меня. Она меня заметила, и она просто так обо мне рассказала своим подписчикам. И меня тогда это очень тронуло, что она меня заметила. И, ну, я писал ей комментарии разные на разные темы, и она обо мне рассказала, и меня это тронуло. А потом вот сейчас произошла такая ситуация, что ее канал основной забанили. Она осталась без канала, и она заново с нуля сейчас собирает подписчиков. У нее сейчас на канале всего 600 подписчиков. Вот, и ситуация как бы повернулась. У меня тогда было мало подписчиков, а у нее много. А теперь наоборот. Я немножко поднялся, у меня сейчас три тысячи подписчиков, а у нее даже тысячи нету. Но она очень крутая, я ее часто смотрю. Меня часто спрашивают, Вован, расскажи, каких блогеров ты смотришь? Вот Сура Смоллер, это блогер из Израиля, которую я смотрю уже много лет. Я вам, ребят, всем советую перейти, подписаться. Если вы будете ее слушать, вы много для себя возьмете, много информации, много всего о мире, о Израиле, и вообще, в принципе, обо всем. Она очень умная, интересная, и, ребят, от души вот прошу поддержать человека и подписаться. Вот, иногда вот людям требуется помощь, и я надеюсь, что вы перейдете и подпишетесь, потому что вам самим будет ее слушать очень интересно. Вот, знаете, я вот, когда читаю новости, я вижу, что война между Израилем и арабами, война между ними напоминает какую-то войну между детьми и взрослыми. Это даже войной сложно назвать. У Израиля сверхкрутые технологии, и каждое движение, оно отточенное, оно красивое. У арабов же все валится с рук, их технологии ни на что не годны. Они запускают бомбу, она у них же взрывается. Они запускают шары для поджога полей в Израиле, эти шары начинают гореть и взрываться там же у них. Они запускают ракеты, но они оказываются пустыми и падают просто тупо голые гильзы, лишь бы придавить людей или упасть на здание. Это похоже на какую-то комедию. Вот название, допустим, последних новостей. Дрон со взрывчаткой упал на хамасовцев, на арабов, которые пытались его запустить в Израиль. Или вот, за один день Хамас выпустил 280 ракет по Израилю. 40 из них упали там же, на Палестину. Нормально. Или вот еще, знаете, Израиль, представляете, проводит бесплатный газ, там, электричество, все в Палестину, арабам. Они проводят бесплатно. Они там живут, они вообще ни за что не платят. Израиль полностью обеспечивает их медициной, там, едой и всеми ресурсами. Но время от времени появляются такие новости, типа, линии электропередач, идущие из Израиля в Палестину, повреждены ракетами террористов. Самими арабами из Палестины. То есть они случайно задевают и обрывают провода, которые им дают интернет, там, телефон, газ или электричество. И такие новости появляются постоянно. Вообще, если следить за тем, как воюет Израиль, то может сложиться такое впечатление, что Израиль Палестину гладит по головке. И пытается дать этому неадекватному ребенку еще один шанс. Ну, там, типа, перестать воевать, заключить мир. Но арабы, они брыкаются из последних сил и пытаются что-то еще, как будто гадкое что-то сделать. Смотря на то, какие у Палестины бедные и жалкие попытки, складывается впечатление, что Израиль мог бы захватить за пару дней Палестину и навести там порядок. Но Израилю почему-то важно именно заключить мирный договор. Израиль ждет просто согласия. Когда арабы такие скажут, ну, хорошо, давайте дружить. Но мне вот смешно становится от того, что Палестина уже много раз соглашалась на мирный договор. И они таки говорили, все-все, мир, дружба, жвачка, больше не воюем. У нас кончились ракеты. А через полгода-год рвали все договоры и снова устраивали теракты. А Израиль просто как с ребенком терпеливо ждет, когда арабы поумнеют, успокоятся и заключат мир. И вот да, в таком мире мы сейчас с вами живем, ребята. Меня многие спрашивают, ну что, Вован, ты будешь путешествовать по Израилю? Там показывать разные библейские места, где был Иисус Христос, где были разные другие библейские пророки. Покажи нам что-нибудь. И меня сдерживало то, что во всем мире была эта вот всемирная ситуация, где люди все вот заболели. И думаешь, ну ладно, подожду немного, все успокоится, уляжется еще немного, и можно будет везде путешествовать. Но нет, тут же начинается война, начался дикий конфликт. Израиль с Палестиной начали обстреливаться, перекидываться ракетами. И я в прошлом ролике сказал, что это обычная ситуация, которая и так в Израиле постоянно происходит. Но нет, в этот раз прям конфликт жесткий. И теперь просто так куда-то не съездить. Мы с мамой каждый год ездили на море в Израиле. В Израиле четыре моря. И мы каждый год на какой-то из них всегда ездили, купались. Было кайфово. А в этом году ракеты, которые пускают на Израиль, они падают даже в море. Из-за чего многие мэры городов закрывают пляжи. И вот какой уже год, нельзя никуда выехать. В 19-20 году была вот эта вот болезнь. Все ходили в масках. А теперь думаешь, ну все уже, наверное. Наконец-таки два года мы вообще из дома не выходили. Ни моря, ни пляжей, ни других городов. Просто магазин-дом, дом-магазин. Как бы и все. Ты больше ничего в своей жизни не видишь. И тут начинается вот эта вот война, которая опять же заставляет нас сидеть, продолжать дома. И вот знаете, именно поэтому израильтяне, живущие в Израиле, они так не любят нынешнее правительство. Потому что когда Израиль только обосновался, еще 70 лет назад, здесь были арабские разные генералы и всякие другие штабы. И Израиль, их всех просто, на Израиль были большие нападки. Евреев хотели убить, и они за 6 дней разбомбили, все сделали как надо, по красоте войну. Там была целая война, и они, Израиль, израильтяне, эту войну закончили за 6 дней. Вот так просто, вообще разбомбили всех арабов нафиг. А люди, люди этим гордятся уже 70 лет. Люди хотят гордиться чем-то еще. И жители Израиля говорят, наш президент трус. Вместо того, чтобы закончить конфликт за короткое время, Вместо этого он все эти 25 лет там, или сколько он у власти, он ничего не сделал с конфликтом. Хотя за 20 лет он давно мог уже пойти на радикальные меры. Но все эти 25 лет, что он у власти, он просто играет с Палестиной. Они думают, что на фоне этого конфликта крутятся и финансируются огромные деньги. И благодаря этому конфликту он держится у власти. Ему это выгодно. И израильтяне не могут понять, как президент, который у власти так долго не может закончить конфликт. Хотя давно уже мог бы это сделать. Вот за президента Израиля был Трамп. Ну, когда тот еще был у власти в США. И вот они оба, они говорили только о мирном договоре. Именно вот власти, они вот заинтересованы именно в мирном договоре. Чтобы весь мир не смог сказать, мол, посмотрите, Израиль жестокий. Он стер с лица земли Палестину. Израиль красиво заключил мир без войны. А ведь это по-настоящему крутой исход событий, не правда ли? Но, знаете, тут другая половина населения земли говорит такая. Эй, эй, стоп, погоди, погоди. Вы сказали мирный договор? А вы Библию читали вообще? Ведь там написано, что когда евреи и арабы заключат мирный договор, и когда после всего этого станут говорить, что наступил мир и безопасность, то начнется страшная пагуба. А затем пришествие Антихриста. Евреи, они же не приняли Иисуса Христа как Бога, и все еще ждут своего Мессию, ну, своего Бога. И Израиль, как религиозная страна, она заинтересована в исполнении пророчества, что вот наконец придет наш Бог. То есть, если говорить коротко, то христиане тоже заинтересованы в том, чтобы заключили мирный договор. Но, с одной стороны, хотели бы оттянуть этот момент, а с другой стороны, они понимают и удивляются, что пророчества сбываются. В Библии написано, что когда все эти события произойдут, наступит второе пришествие Иисуса Христа. И здесь между Израилем и арабами еще и христиане такие, вау, вы исполняете библейское пророчество. И вот как быть Израилю? Два варианта. Стереть Палестину с лица земли. Но тогда получить клеймо фашиста. И Израиль на весь мир станет злым оккупантом. Или заключить мирный договор с Палестиной. И тем самым исполнить библейское пророчество. Вы понимаете, меж каких огней находится еврейский народ? Вы скажете, но подожди, какой мирный договор, ты о чем? Ты видел, как Израиль вообще Палестину бомбит? Я скажу, да, вы правы, но отчасти. Да, Израиль бомбит точечными попаданиями по различным генералам, которые против мирного соглашения. Каждая ракета, которая вылетает из Израиля, это ракета, нацеленная на убийство жестоких провокаторов и безжалостных убийц, которые там у власти настраивают арабов и мирный народ и вообще весь мир против Израиля. Вы скажете, но подожди, но почему тогда, если эти арабские командиры там такие плохие? Почему за них люди выходят на митинги, плачут там, прощаются с ними, как с родными? Да и вообще за каждого такого убитого генерала арабского устраивают беспорядки по всему миру. А я вам скажу, что дело в том, что эти вот командиры, они для арабов становятся чем-то, чем-то вроде пасторов, знаете, религиозных батюшек там. Эти генералы рассказывают им об исламе, о боге. Это не просто какой-то там террорист или военный. Это люди, которые вместе с ними молятся, вместе с людьми обычными поклоняются Богу. Они для народа становятся священными людьми. Именно они подогревают интерес к исламу, в принципе. Как по мне, это манипуляция. Но находясь там, ты понимаешь, как все серьезно. Ну и ракеты, выпущенные из Израиля, они бомбят различные арабские ракетные установки и туннели, которые они роют из Палестины в Израиль. И более того, перед тем, как Израилю предстоит бомбить, Израиль пускают дроны, кидают листовки и делают все возможное, чтобы предупредить мирных жителей об атаке. А вот их религиозные, эти вот террористы, генералы, они строят свои штабы под детскими домами, под рынками. Они прячутся буквально за мирными жителями, чтобы в случае чего обвинить Израиль в убийстве мирных граждан и детей. Но при этом сами провоцируют и прячутся за своими гражданами. Арабы. А Израиль делает все возможное, чтобы предупредить палестинцев, жителей обычных, что сейчас будет обстрел. Представляете? Кто это тут у нас? Котик. Маленький котеночек сидит такой. Наверное, кушать хочет. Котик мой маленький. Ой, ты мой хороший котик. Маленький котеночек идет куда-то. Ой, тут еще один. Как вас много. Смешные котики. Котик маленький, да? Котеночек мой. Ну, иди сюда, ну, иди сюда. И, конечно, печально, что за 70 лет Палестина вообще ничего не научилась производить. Там люди живут, но они живут в полной деградации. Они ничего не производят, они ничего не делают, кроме того, что закупают ракеты. А ведь там у них под землей лаборатории. И все, что они научились сделать, это производить ракеты, закупать ракеты и, возможно, изготавливать ядерное оружие. Кто его знает? И это, конечно же, все приведет к какой-то безумной в итоге войне. Эти вот маленькие вспышки, которые все время происходят, только подогревают интерес к этому конфликту. Я думаю, что будет все очень плохо в итоге. Все вот эти вот войны, да, вот эти вот обстрелы, это в итоге приведет к какой-то масштабной, огромной войне по всему миру. Это Афула, в которой я живу. И видите там, как много пустых полей. Там, наверное, в будущем планируют все застроить другими городами, поселениями. Посмотрите, как много пустых мест. Там горы, поля. Израилю только 70 лет. Когда тут не было Израиля, тут не было ничего. Земля сотни лет, тысячи лет была в руинах. Никто ничего не делал. И никому эта земля особо-то и не нужна была, потому что здесь было очень жарко, и ничего нельзя было вырастить. Эта земля нравилась людям только тем, что она священна. Но вот теперь здесь живет Израиль, евреи. И они тут научились выращивать вкусные овощи, вкусные фрукты, которые они продают по всему миру. Живут, радуются. Курортные места, туризм. И Палестина, арабы не позволяют этому произойти. Хотят выгнать евреев отсюда, чтобы снова жить на руинах. Ну что ж, ребят, такая вот тема получилась. Такие вот мысли, что я смог собрать, то я вам и рассказал. Пишите, что вы об этом думаете. И как стоит поступить в Палестине, а как стоит поступить в Израиле. Стоит ли опираться во всем в этом на Библию? Или все-таки отбросить Библию, религию и все делать только по зову сердца? Почему так долго продолжается конфликт и когда будет конец, просто неизвестно, никто не видит. Как бы вы поступили в такой ситуации и что бы вы посоветовали бы этим обоим сторонам? Надеюсь, все-таки все будет хорошо, спокойно, потому что люди хотят рожать детей, хотят жить, хотят путешествовать, хотят хотя бы раз в год слетать на море и поплавать, позагорать, но вот такие вот моменты нам запрещают этого делать. Мы же все хотим жить в мире, нам много не нужно. У меня муха пристала. Мы же не хотим многого. Чего мы хотим? Но почему люди такие жестокие? Почему одни хладнокровно убивают других, за это носят медали, звания, их назначают высокими людьми, что вот они вот за свою родину убивают или что-то такое? Почему бы им не задумываться о том, что ихним детям предстоит жить на этой земле, детям их детей предстоит жить на этой земле? Неужели они не думают о своих потомках? Кто эти люди? Почему они так плохо относятся к земле, к человеческим жизням? Люди людей делят без конца на религии, на страны. Но в этом вот вся ловушка. Я раньше говорил, я раньше, когда еще Библию не знал, я говорил, что я не хочу быть евреем или русским или еще кем-то. Я говорил, что я хочу быть землянином. мы все земляне, земля, мы все рождены на этой земле. Почему я не могу жить, где я хочу? Почему нас делят на границы? Нас делят? Ведь мы все земляне, вся земля должна принадлежать нам. Но прочитав Библию, я понял для себя шокирующую, страшную вещь, что там четко и ясно написано, что единый мир, если он настанет, то человечеству точно придет конец. Как будто пока нас делят, мы еще как-то существуем. Но если нас всех объединить и убрать границы, то наступит пагуба и мира не будет никогда. Я думал над этими словами и думал, мол, а почему так? Что плохого в том, что если уберут границы и мы будем жить все на одной земле? Но в той же Библии написано, что типа я скажу своими словами представьте, что выдали какой-то закон, какой-то плохой закон и он будет действовать на всех на земле. Пока мы разделены на границы, если нам не нравится что-то в этой стране, если какие-то законы нас притесняют, мы можем сбежать, мы можем сбежать в другую страну, где работают другие законы. А если границ не будет, получается, любой закон, который примут, он будет распространяться на всю землю. И после этого я призадумывался, и я тогда уже вообще ничего не понял. Я такой блин, у человечества нет будущего? Вот как вы думаете, как вы считаете, напишите ваши мысли, пожалуйста. Это очень серьезная тема, это мысли, на которые можно размышлять всю жизнь, и находить все новые и новые ответы. Но в чем истина? В убийствах? если так, то я не хочу оставлять этому миру потомство. Это слишком гнилой мир, чтобы в нем рожать детей, выбрасывать их, давайте живите здесь, умирайте, убивайте, выживайте. Почему этот мир настолько жестокий? Почему этот мир настолько нас друг к другу сталкивает? нас заставляет выживать, драться, убивать? Такие вот мысли, как бы, ребят, а как иначе, когда война происходит, то только такие мысли и посещают. В общем, пишите, ребята, и, пожалуйста, не забудьте подписаться и поддержать девушку Суру Смойлер, на которую я оставил ссылку под видео. Пожалуйста, перейдите, подпишитесь. Вот. Это не просто какой-то там канал, это реально хороший, классный, познавательный канал, на котором я, когда смотрю, я всегда для себя что-то новое узнаю, подчеркиваю. Вот. И вам советую. Все, ребят, всем пока.